привет друзья меня зовут лошкарев андрей это проект все по уму настройки сегодня у нас 12 рабочий день и сегодняшняя серия посвящена 11 тире 12 рабочему дню монтажу стен на втором этаже монтажу стен из сип панелей сделаны без usp с использованием green board сегодня мы поговорим про монтаж сегодня покажу монтаж стен особенности монтажа именно стен green board а также покажу и расскажу что нужно контролировать вам как заказчику чтобы со стенами в вашем сип доме было все окей итак друзья сегодня у нас собираются стены стены второго этажа второй день монтажа за вчерашний день было собрано определенное количество думаю сегодня они закончат установку сейчас у нас без 15 11 ребята начали работать с 8 30 за вчерашний день собрали они вот это количество панелей сейчас они установили несколько панелей и поднимают пиломатериал эти клееные большие балки и другой пиломатериал наверх панели поднимают наверх все то что потом будет тяжело поднять то есть например вот эти клееные балки лучше поднять сейчас когда нет или куска стены чем потом как-то это через верх через окна затаскивать в общем они сейчас пока что занимаются подъем материала наверх так как сегодня происходит монтаж стен стены сип панелей с плитным материалом green board у него есть отличие в отличие от сборки стен с использованием сип панели сделанных из у сп в чем эта особенность особенно заключается в том что стены из гринборда собираются не на брус 90 миллиметров а на доску 45 миллиметров во втором выпуске когда я вам рассказывал про домокомплект я сказал что все и перекрытие крыша то есть сип панели всегда собираются только на 90 брус это так если сип панели сделанные из у сп если сип панели сделанные из гринборд плитного материала green board то такие сип панели именно стеновые стены собираются на доску перекрытие крыша все что будет испытывать нагрузку так сказать сверху вниз либо под углом собирается на 90 брус почему потому что когда у нас перекрытие то нагрузка идет не только на балки из которых собрано перекрытие но нагрузка идет и на сами панели то есть мы нас по самому гринборду ходим и создаем нагрузку поэтому сейчас я подойду к панелям там будет проще объяснить например вот эта панель она или или в крышу пойдет или пойдет на перекрытие но перекрытие у нас уже собрано она пойдет скорее всего на крышу мы здесь видим вот этот вот паз 4 сантиметра там 4 с копейками для чего чтобы ставить 90 брус как соединение то есть 90 брус у нас войдет почти там на 4 сантиметра в эту сип панель и мы когда будем давать нагрузку сверху у нас хватит вот этого зацепа чтобы обеспечить сцепные свойства панели и бруса чтобы сама панель несла нагрузку когда же у нас нет вот этой вот нагрузки большой да тогда мы можем использовать меньше зацеп вот например вот здесь вот она стеновая панель видите здесь всего там два 20 миллиметров маленький то есть вот эта панель будет соединяться на доску на 45 45 миллиметров по два сантиметра в каждую панель и 5 миллиметров на расширение на зазор это стеновая панель то есть ветровая нагрузка или нагрузка которая будет на стену вот с этой стороны да тут этого 2 сантиметра зацепа достаточно чтобы обеспечить надежное соединение стены и выдерживать все нагрузки вот так происходит на пил пила материала сейчас будет собираться вот этот элемент стены и нужно напилить вот эти все соединительные доски видите они пена наносится на тот торец который вниз пойдет и сверху вот на эту сторону которая будет в доске корректировка уровня си панели происходит с помощью топора что удобно его подсунуть да и подкорректировать и сразу наносится пена для монтажа доски соединительные доски это как раз таки те доски которые мы видели как приготавливались напиливались вот смотрите расстояние вот это расстояние между панели вот оно должно быть четко по проекту если оно будет больше тогда стена упрется в угол и не получится состыковать то есть размещение каждой панели да вот этих соединений вот ребята закончили да вот здесь оно должно четко совпадать с проектом да вот какое расстояние по стене вот здесь будет вот здесь все в миллиметрах указано четко должно быть ребята проверили вот так и до конца стены до конца стены у них четко этот размер совпадает потому что так как все с допусками до панели плюс-минус миллиметр доски плюс-минус там и так далее и монтаж происходит то есть все должно проверяться вот четко у нас панель по проекту фиксируется или нет если они чуть чуть дальше ушли там на миллиметр на 2 до они могут это подкорректировать но как правило фиксируется проверяется каждый шаг до чтобы не уйти потому что там там 45 миллиметров вот здесь уже будет сложно куда-то деть до поджать не знают мы же не будем забивать доску глубже в пенополистирол или еще что-то когда я вам сказал что мы разбирали из-за ошибки сип дом это случилось на моем первом сип доме как раз когда как раз таки рабочие думая что домокомплект прямо от миллиметра в миллиметр если они вот плотно все будут так вот как лего бездумно собирать то все сойдется просто четко и когда собрали стену целую стену то в конце выяснилось что они ушли там где-то на сантиметр да она как бы выходила она не доходила до конца стены слишком плотно они ее собрали ошибка выяснилось начали проверять каждую панельку по размерам и увидели что на каждой панели буквально там на миллиметр на 2 нарастала вот это разница и пришлось все разбирать потому что маленькую сип панель в конце не вставишь какую-то доску выпиливать это уже будет холодный узел короче косяк и нужно это все дело разобрать и все что собрали вы видели что си панели собираются очень быстро все что собрали где-то примерно за полчаса разбирали почти три часа разбирали потому что тяжело потому что монтажная пена уже склеила все намертво наглухо поэтому не думайте что это монтажная пена вот это вот так вот нифига не держит она очень крепко это все склеивает выдирали несколько панелей испортили выдрали пенополистирол сломали доску соединительную, настолько она крепко прилипла, что все саморезы выкрутили и так далее. Короче, разбирать сложно и материал портится. Поэтому нужно перед тем, как вы уже все зафиксируете и соберете, все проверить. И лучше это сделать разметку, и лучше проверять каждую СИП-панель, сверять с проектом, стоит ли она в своем месте, или все-таки вы уже куда-то сместились. Вот смотрите, видите, что я вам говорил, что деревяшка с деревяшкой, всегда соединяется через уплотнитель. Если здесь просто доску, это соединение двух стен. То есть сюда сейчас пойдут СИП-панели, я вам покажу. И, в общем, у нас получается, что доска соединяется с СИП-панелью, и она должна обязательно идти через уплотнитель. Иначе вот здесь будет в этом углу щель. Она может возникнуть из-за деформации деревяшки. Обратите внимание, видите, здесь вот эта панель, она чуть выше, чем вот эта. А внизу, внизу, видите, щель чуть больше, чем здесь. Здесь важный момент, то вот эта СИП-панель, она опустилась и находится на пенополистироле. на пенополистироле, но в пол она не упирается. Зазор обязательно должен быть на расширение плитного материала. В винборде это меньше значит, в ОСП это больше значит. Зазор всегда должен быть везде. И внизу, и вверху, и между панелями. По идее, получается, что вот сама панель, сама панель, она как бы стоит пенополистиролом на вот этой венцевой доске, вот этой, но не на пенополистироле стоит неправильно. Нагрузка. Конструкционную жесткость и нагрузку в этой стене. А вот эта доска, доска, и держит всю нагрузку. Это каркас. Каркас, который на себе принимает все нагрузки. И вот эта доска должна не висеть в воздухе, а должна четко опираться, утыкаться вот в эту доску. Поэтому, когда устанавливают доску, смотрим, чтобы доски не висели в воздухе, а они упирались вот в эту нижнюю доску. То есть, если мы отсюда визуально, вот так зрительно уберем СИП-панели, а оставим все доски, то перед нами будет каркасник, как каркасная стена. Вот видите, как на первом этаже. Вот. Вот так выглядит СИП-стена без СИП-панелей. То есть, все нагрузки держат каркас. Сами СИП-панели никакой нагрузки не держат. Очень внимательно смотрим вот на этот момент. Видите? Доска стойки, деревянный каркас, она должна быть выше, выше, чем пенополистирол. Что когда здесь ляжет сверху доска, да, любая там, ну вот, в перекрытиях ложилась доска, здесь будет маурлад кровли, потому что это мансардный этаж. Вот. Сейчас я здесь, вот пена уже высохла. Вот. Когда она сверху ляжет, вот здесь, она должна упереться именно в доску, а не в пенополистирол. Чтобы нагрузка передавалась на вот этот, на стойки. Если вот эта доска вровень с пенополистиролом, либо, не дай бог, ниже, то есть получается, что вот здесь брус, который ляжет, он будет лежать на пенополистироле, это большой косяк. Получается, что у вас нету жесткого каркаса. И это происходит, когда либо с завода приходят уже склеенные панели, либо строители склеивают заранее и упускают вот этот важный момент, что доска должна выпирать. Поэтому очень важно монтаж стен проверить именно, когда мы видим верхнюю часть, незакрытую. Вот здесь вчера ребята смонтировали стены и сразу смонтировали, видите, верхнюю, верхнюю деревянный элемент, это маурлад в нашем случае здесь. Кстати, вот сюда и пошли вот эти вот экзотические вырезанные, вырезанный брус, потому что здесь у нас пойдет крыша и под нее сделан такой интересный маурлад. Вот, и видите, когда у нас стена смонтирована, фиг знает, правильно она смонтирована или нет. Вот вы в этот момент сейчас приедете, например, да, вы доски проверить не можете, на пенополистироле они стоят или не на пенополистироле, как там они установлены, правильно, неправильно, то есть все закрыто. И можно лишь надеяться, что все смонтировано правильно. Доски, вот здесь, вот эти доски, они стоят в центре СИП-панели, потому что они могут, когда забивать, исправлять ошибку, они могут их сместить так, что доска она полностью вот сюда может сдвинуться, и здесь будет сквозная щель, либо будет совсем маленький кусочек, то есть важно, чтобы сама доска, видите, находилась в центре между двумя СИП-панелями. Почему важно все проверять, сверять с проектом, чтобы все четко, точно было. Потому что строительство дома, когда он, ну скажем, в каменных домах это менее актуально, в деревянных это актуально, в домах-конструкторах, такие как СИП-технология, это очень актуально. Здесь все взаимосвязано. Если вы накосячили с одной стеной, она у вас там на сантиметр, на полсантиметра, на какие-то миллиметры, выше, ниже, и так у нас идет по всем элементам, то потом в итоге где-то будет дыра. Задавайте свои вопросы в комментариях, здесь стройка продолжается. С вами был Ишкарев Андрей и проект Все по уму настройки и мой друг Компрессор, который мне помогал снимать видео. Пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok